В эфире бендерского телевидения Милицейская хроника В студии Татьяна Кузьмина Здравствуйте Очередная бытовая ссора в одной из бендерских семей закончилась трагически Драка, завязавшаяся между отцом и сыном, привела к гибели Молодой мужчина скончался до приезда скорой помощи Подробности происшедшего в нашем следующем материале В ходе следствия выяснилось, конфликт между близкими людьми произошел накануне вечером Отец попросил сына помочь перенести на кровать 83-летнюю бабушку Пенсионерка уже несколько лет не в состоянии самостоятельно передвигаться Получив отказ, разгневанный отец ударил сына первым, что попало под руку Я сделал замечание, не ощутила камень размахивать, не досталось Я взял вот этой табуреткой, долбанул ему по голове, да и все Еще пошел спать, а потом уже под утро я двор убирал, нашел его возле стола Родственники сами перевязали подручными средствами рану на голове Под утро 36-летнему мужчине стало хуже Отец вызвал бригаду скорой помощи, но оказалось уже поздно Пострадавший скончался от полученных телесных повреждений до прибытия медиков Данная семья является неблагополучной Между отцом и сыном на почве неприязненных отношений постоянно возникали скандалы Что отец, что сын злоупотребляли спиртными пинками В один из этих скандалов на почве неприязненных отношений отец нанес сына И да, в результате чего сын скончался По данному факту в управлении Следственного комитета города Бендеры Возбуждено уголовное дело, ведется следствие Стали известны подробности гибели двух молодых людей Найденных в квартире по улице Павлика Морозова в конце января этого года По предварительной версии специалистов Смерть наступила в результате тяжелейшей интоксикации угарным газом Заключение об истинных причинах трагедии Было вынесено на совместном заседании Состоявшемся в филиале Террасполь Трансгаз Приднестровье в городе Бендеры Заключение об истинных причинах трагедии Было вынесено на совместном заседании Состоявшемся в филиале Террасполь Трансгаз Приднестровье в городе Бендеры Изучив результаты проведенных экспертиз Комиссия пришла к выводу, что причиной гибели молодой пары Стало грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования При осмотре места происшествия Были выявлены серьезные нарушения Сетка вентиляционного канала была забита А значит отсутствовала тяга Закрыта форточка для притока кислорода С наступлением отопительного сезона Люди, не соблюдая всех мер предосторожности Умышленно перекрывают Приклеивают, заклеивают Ставят тряпки Вентиляционные каналы Не промывают вот эти Сеточки вентиляционных каналов В результате чего Создается угарный газ В этом данном помещении жилища И происходят несчастные случаи Было установлено, что время пользования Газовой колонкой превысило нормативное Не более 20 минут По мнению специалистов Прибор находился в технически исправном состоянии У нарушителя правил дорожного движения Были изъяты патроны и граната Двое жителей Слобозайского района 17 и 18 лет Были задержаны сотрудниками милиции За нарушение правил дорожного движения По улице Сергей Лозо Около 4 часов дня Двое жителей села Парканы Были остановлены сотрудниками ГАИ За переход дороги в неустановленном месте В ходе личного досмотра В сумке одного из молодых людей Были обнаружены боеприпасы Был задержан Гражданин 98-го года рождения Проживающий в селе Парканы Был задержан в центре города Бендерна Про Транс-Телекома У которого при себе в ходе личного досмотра Были обнаружены взяты патроны Калибра 5,45-7,2-5,6 мм А также гранаты F1 с запалом В данное время ведется Разборательство в порядке с 193 по КПМР Как пояснили молодые люди Данные боеприпасы они нашли Накануне задержания на одной из строек Хранили их с целью сбыта В 500 рублей оценили свою опасную находку Горе продавцы Патроны граната направлены на экспертизу По данному факту ведется дознание Современные гаджеты, планшеты, смартфоны и телефоны Прочно вошли в сегодняшний день И одновременно с этим Стали популярным предметом хищения Подобная кража произошла В одной из бендерских школ Планшетный компьютер Был украден у ученика средней школы номер 7 В конце октября 2015 года Сумма материального ущерба составила Около 2000 рублей С заявлением в милицию родители 13-летнего подростка Обратились спустя 3 месяца В феврале 2016-го Пострадавший оставил свой рюкзак На третьем этаже В коридоре возле класса физики Отключившись Вернулся назад, обнаружил пропажу Своего плашета в рюкзаке После чего Обратился Сказал все своим родителям В течение нескольких месяцев Мать потерпевшего пыталась решить проблему самостоятельно Но так и не получив желанных результатов Обратилась за помощью в милицию В течение дня злоумышленник был выявлен Он оказался одноклассником Планшет был изъят И возвращен родителям Несовершеннолетний злоумышленник Поставлен на профилактический учет Родители привлечены к административной ответственности Правоохранительные органы напоминают Оставлять свое имущество без присмотра Чревато печальными последствиями На минувшей неделе В управлении внутренних дел города Бендера Успешно завершилась Оперативно-профилактическая операция Инициатива На особом контроле стражи и правопорядка Лица, стоящие на учетах Неблагополучные семьи Граждане, находящиеся в розыске Операция направлена на предупреждение И раскрытие преступлений Повышение эффективности охраны Общественного порядка и безопасности граждан Подробности в нашем материале Принесение службы соблюдает законность Вежливо и корректное обращение с гражданами Цели определены Задачи на сегодняшнее дежурство поставлены Во время проведения рейда Сотрудники милиции работают в усиленном режиме Согласно плану по адресам проживания Были проверены под учетный контингент Неблагополучные семьи Владельцы различных видов огнестрельного оружия А также лица, состоящие на различных видах учета Она была печатана, да он ее открыл Она печатана 15 февраля в опорный пункт милиции на микрорайоне Ленинский Обратились жители общежития по улице Победы В квартире, которая поставала последние 10 лет Появился шумный жилец Бдительные соседи обратились в милицию Когда пришли сотрудники, замок был сломан Мужчина находился в комнате 34 Распивал спиртосодержащие напитки Он был доставлен на ОПОП Ленинский Для удостоверения личности И дальнейшего рассмотрения Не смутило жильца антисанитария жилища За долгие годы запустения Балкон квартиры облюбовали голуби Гражданин успел перенести в комнату Личные вещи, продукты и спиртное Сотрудникам милиции мужчина сказал, что Жилье в общежитии ему сдали Вас не смутило, что квартира опечатана Там есть печать? Она не была опечатана Нет, там есть листик сверху Не было, может он сорвал до этого Я не видел По данному факту в УВД города Бендеры Проводится проверка Квартира опечатана до приезда владельцев И это все, что подготовила пресс-служба УВД города Бендеры На этой неделе Берегите себя и своих близких До свидания Редактор субтитров А.Семкин